Всем салам алейкум и здравствуйте, мои хорошие. Последнее время в соцсетях мы наблюдаем видеоролики, где армяне как якобы стали поддерживать Украину. В то же время жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетила Украину и как якобы предоставила гуманитарную помощь Украине. Мы знаем, что война уже идет на протяжении полтора года. Что это? Армения вдруг полюбила Украину или решила просто безвозмездно вдруг помочь Украине? Нет, ребята, здесь тема абсолютно другая. Идет такая, скажем, своего рода манипуляция. Мы знаем, что Армения это колония России и Армения с помощью России в свое время оккупировала Карабах, территорию Азербайджана. Для тех, кто не знает, слово Карабах это азербайджанское слово, которое переводится как черный сад. То есть смысловой перевод еще раз подчеркивает принадлежность территории к Азербайджану. Просто на сегодняшний день Россия не помогает Армении в оккупации территории Азербайджана. Поэтому Армения как союзник России, состоящий в ОДКБ, требует от России помощи, чтобы как в 90-е опять оккупировали территории Азербайджана. В 2020 году закончилась 44-дневная война, в которой победу одержал Азербайджан. Азербайджан очистил свои территории от оккупации. Но армяне сегодня не успокаиваются. Политически никак не решается этот вопрос. Поэтому возможно, не дай бог, конечно, быть в третьей войне. Армения оттягивает сроки решения. Те документы, которые в 2020 году подписала Армения, сегодня Армения отказывается исполнять. На протяжении трех лет армянская сторона оттягивает, как и 27 лет, когда Азербайджан пытался мирным путем урегулировать этот конфликт. Все договоренности всегда нарушала армянская сторона.